Я загадаю одну фразу, а вы отгадаете. Ну, вы, наверное, назовите. Хэмпок хапсида. Давайте будем счастливыми. А как будет? На туинском. Аскерик, ты полулунгар. Круто. Бурятский, русский и туинский. Три языка, дружба одна. Девушки-одногруппницы. Учатся в Восточном институте БГУ. Изучают еще китайский и корейский. Чучугай родом из Тувы. За два года узнала, что тувинцы и буряты во многом похожи. Наряды, кухня, но не все так просто. В сравнении с бурятским он более такой резкий, не знаю, мр-пр-пр, как-то больше согласных или там. Да, в бурятском я заметила много таких звуков. У нас более так, притошательных. А у них более... Понять язык значит проникнуться культурой, бытом других стран. Выучить мало, нужно понимать менталитет. Без толерантности никак. Так считают и организаторы конференции в Центральной библиотеке имени Исаия Калашникова. Здесь представители Дома дружбы народов и другие участники охотно поделились своими достижениями в области поддержки культур. Сегодня активно развивают Центр помощи в проблеме адаптации мигрантов, не без поддержки администрации города. Библиотека постепенно становится такой площадкой обсуждения этих проблем. Ну и в последующем, конечно, принятие каких-то решений. Какие-то проблемы уже удалось выявить? Вообще очень могу сказать, что таких очень явных противоречий, очень явных этнических конфликтов у нас в городе как таковых нет. Я разработала проект «Библиотека территории толерантности». Буквально мы за год до создания Центра работали по этому проекту. Мы проводим вечера, мы вечера проводим, допустим, межнациональные, будем говорить, да, были у нас семьи, проводим праздники межнациональные, будем так говорить, называется, ну, в общем-то, я считаю, что это есть определенный результат. Более 170 национальностей мирно соседствуют в Бурятии, и мы привыкли так жить. На удивление гостям. Неделя толерантности тому подтверждение. Культуры переплетаются, как и судьбы. Создаются разнонациональные браки. К слову, даже первый президент Бурятии – русский. Все у нас пропитано толерантностью. Старшее поколение это прочувствовало. Важно научить терпимости и молодежь. Научить принимать, понимать и уважать. Елена Краснопеева, Виктор Герновской. Новости дня.